Окей, ребят, давайте начинать. Я предлагаю, прежде чем я постараюсь поделиться чем-нибудь новым с вами, я предлагаю познакомиться. Всем привет, меня зовут Стас, я работаю HR в DT Art. Можно немножко, пожалуйста, о вас? Ну, на самом деле, тема была немножко другому. А поднимите руки, пожалуйста, кто работает вот рекрутинг, чисто вот рекрутинг. Отлично, спасибо большое. А кто работает еще и с HR? Отлично. А может кто-то что здесь занимается, пиаром, маркетингом? Нет? А, ну хорошо. Окей, а откуда вы? Вот кто, поднимите руки, кто из Днепра? Окей, а из других городов? Интересно, какой еще вариант, да, из Днепра или из других городов? Очень хорошо. Слушайте, ну давайте как бы начнем с того, что я немножко расскажу, о чем мы сейчас поговорим, как это будет происходить, вот чтобы мы как бы не запутались, чтобы мы как бы друг другу не мешали. После каждого раздела я дам небольшую паузу на то, чтобы там позадавать вопросы, и в конце будет большая-большая пауза, где мы позадаем много-много вопросов, если будет интересно. Вот. Мы с вами будем работать в формате конференции, вот, а это значит, что попрактиковаться у нас не получится. У меня будет в середине рассказа небольшая раздаточка вам, которую вы можете себе оставить и потом попрактиковаться. Будет удобно. Очень рекомендую. По поводу темы. Слушайте, ну, тема переговоров, это вот вообще вездесущая тема. Эта тема связана не только с заказчиками, эта тема связана не только с кандидатами. В общем, мы там банально в личной жизни часто ведем переговоры. Вот. Поэтому я считаю, что вот давно уже на самом деле настала пора, когда надо вот это вот эфемерное состояние, что такое переговоры, переводить уже в разобранное и понятное понятие, как это использовать, для чего это использовать, и, собственно, что мы хотим вообще получить в процессе переговоров. Как тактично достигать результата, собственно, мы постараемся как бы в процессе этого небольшого рассказа с вами понять. То есть главное так. Так это когда вы знаете, как это работает, и, собственно, постепенно к этому идете. Прежде чем мы с вами начнем разговаривать о переговорах, нужно, в общем-то, на самом деле понять, как к этому относиться. Потому что вот чтобы не было с самого начала, чтобы мы кидались туда, как бы не разобравшись, что это. Есть, вы знаете, например, я уверен, что в большинстве, большинство у вас был опыт, например, когда люди не готовы к переговорам. Собственно, когда люди готовы к переговорам, когда ваши партнеры готовы к переговорам, когда кандидаты готовы к переговорам, работа получается вот отличная, легко. Что нужно делать, когда люди не готовы к переговорам? Вот здесь как бы на самом деле сидит как бы злое место. Во-первых, нужно понимать, почему люди иногда бывают не готовы к переговорам. Был в 2013 году проведен небольшой эксперимент, точнее эксперимент, опрос Нью-Йоркской газеты, и где задавали вопрос, почему вы считаете, что вы избегаете переговоров, если, конечно, избегаете. Многие из них отвечали о том, что, ну, слушай, это вот стрессово. Вот это стресс, вот это переживание. То есть, когда человек не знает, как это делать, он, естественно, ощущает дискомфорт. Следовательно, для нас это небольшая подсказка. Что нам нужно сделать для того, чтобы человек себя не ощущал дискомфортно? Нам нужно его расслабить. Вот. Некоторые люди не знают, как это делать. Ну, опять же, отличная подсказка. Значит, наша задача повести переговоры так, чтобы человек не ощущал каких-нибудь других дискомфортных моментов. Другие люди считают, что переговорами заниматься неудобно, потому что страшно. Страх, что получится неправильно, не так, как хотел. Ну, окей, это для нас еще одна подсказка для того, чтобы задуматься, что результаты будут переговора такие, в которых будут выигрышны обе стороны. То есть не мы пришли продать, не знаю, кандидату супер-вакансию, которая ему не нужна. Нет. Наша задача найти точки соприскосновения для того, чтобы потом у нас получилось удачное сотрудничество. Основная причина неудач. Почему? Собственно, все мы видели очень много там картинок, всяких так либо примеров того, как каждый человек видит жизнь, видит ситуацию со своей точки зрения. То есть предлагаю исходить из постулата. У каждого своя перспектива. То есть мы каждый по-своему смотрим на эти вещи. Если мы видим, когда мы приходим к кандидату, в том, что мы помогаем ему, кандидат может наоборот забиться в угол, как бы думать, что он ко мне пришел. Поэтому основная цель, прежде чем мы начнем любые виды переговоров, понять, что наш оппонент видит ситуацию совершенно по-другому. У него немножко другой фрейминг. Итак, переговоры – это когда мы находимся по разные стороны реки. Так легче воспринимать. И когда мы ведем переговоры, наша задача построить мост. То есть наша задача не, не знаю, не уничтожить соседний берег, не прийти к нему вот с таким инвейжен прям вот «мы там». Нет, наша задача – найти точки соприкосновения, где мы похожи. Это совершенно нормально, если, например, вы ищете кандидата, и кандидат не может найти, чего ему хочется, что вы ему предлагаете, что ему нравится. Ваша задача – просто показать именно что. Не продать ему, не пропихнуть, а показать, где точки соприкосновения. С чего? Начинаем. Прежде чем ведем любые переговоры, нам нужно быть готовым. Собственно, так приблизительно мы в Днепре выглядим, когда идем заниматься рекрутингом. Все готовы. Я вам… Вот мне однажды очень понравилась фраза подготовка – это единственный этап переговоров, который вы можете контролировать. Понимаете? То есть вот ваша задача – не только построить тактику, по которой вы будете переговариваться с человеком. Ну, переговариваться в смысле, не в смысле спорить, а вести переговор. Ваша задача – быть готовым ко всем развитием событий. Ну, в общем, кто умеет играть в шахматы, поднимите руку. Вау, супер, отлично. Собственно, что вы делаете, прежде чем сделать следующий ход? Вы думаете, как может поступить ваш оппонент. Вы прорабатываете несколько вариантов так, чтобы вот подумать, ага, какой же из вариантов будет лучше. Но здесь немножко другая штука по сравнению с шахматами. Мы не играем против, мы играем за кандидата нашего. Поэтому прежде чем мы с вами приступаем к переговорам, нам есть несколько… У нас есть несколько задач, что нужно проанализировать. Есть много вещей, которые будут влиять на ход ведения переговоров в течение всего времени. Это потребности, это убеждения. То есть, ну, приходит вам человек и говорит, вот у меня потребность, я хочу есть. Вот, и вот ниже зарплаты, которая мне позволяет нормально кушать, я не пойду. Это окей. Есть убеждения у людей, что вот я работаю, например, только на те компании, на которые как бы подходят по моим убеждениям. Приведу пример сразу. У меня вот был опыт работы с кандидатом, который собеседовался в проект по медиаплатформе, которая занималась распространением аудио-видеофайлов, собственно, за деньги. Вот, известная защищная платформа за рубежом. И кандидат отказался от оффера. Почему? Потому что он считает, что аудиофайлы должны распространяться свободным образом в мире. Вот. Убеждения, которые привели, как бы, наши переговоры, собственно, к какому-то топику, и нужно было искать другие варианты решения. Интересы, ценности, настроения, все это понятно. Окружение тоже понятно. Да, если вы, например, вы находитесь, не знаю, в процессе переговоров, и с вами сидит его начальник рядом, да, то, конечно, человек будет немножко себя стесненно чувствовать. Может быть. Да, то есть окружение в какой-то мере может влиять на ход ведения переговоров. Вот это вот очень мне нравится, сейчас подсвечу, вот это вот мне очень нравится позиция, кто принимает решение. Вот мы с вами приходим сразу на переговоры и думаем, ага, значит, если мы общаемся с кандидатом, то он принимает решение. Ага. Нет. Я вам приведу тоже отличный пример. Это нужно просто понять перед тем, как начинать переговоры. Отличный пример. У меня был кандидат, который жил в Норвегии достаточно долго. Жил, он кандидат семейный, в общем-то, работа хорошая, прям вот сеньорный-сеньорный левел, очень классный парень. Мы с ним год назад общались о том, чтобы вот он переходил в компанию к нам, переезжал, у него были планы о том, чтобы вернуться. Все отлично, все доходим, прям до этапа оффера. Ну, думаю, оно. Нет. Как вы думаете, почему, есть идея, почему кандидат мог отказаться? Ох. Слушайте, вы тоже знаете этого парня, да? Да. То есть в данной ситуации, получается, я не знаю, я не буду раскрывать какую-то тайну, просто жена была в периоде, да, в положении. И был уже период, когда, с одной стороны, не очень правильно кататься на самолете, потому что есть одни ограничения. С другой стороны, человеку просто было комфортнее там это сделать. Комфортнее там родить ребенка, а потом уже задумываться о переезде. Собственно, в процессе переговоров, когда вы ведете переговоры, важно понимать, кто принимает решение. Потому что часто это происходит не со стороны кандидата. Ну, и персональные особенности. Здесь мы все понимаем, да, что нам нужно проанализировать персональные особенности человека, прежде чем что-нибудь налаживать с ним контакт. Как быть подготовленными? Значит, одно из предложений для вас это вот пройтись по вот такому небольшому воркфлоу. Ну, это как бы на самом деле достаточно стандартный такой процесс. Прежде чем вы что-нибудь делаете, подумайте об вот этих четырех пунктах, которые вам помогут повлиять на дальнейшее решение. Случалось ли это раньше? Вот это вообще уникальный вопрос. Когда вы себе его задаете, вы считаете, что вы уже на пути к профессионализму. Потому что многие ребята пытаются проскочить этот этап. Эта возможность вам поможет понять и опираться на ваш опыт более детально. Какие опции есть у каждой из сторон? Ну, это тоже вот прям must-have, да. Банально, например, когда мы общаемся с кандидатом, нам нужно понять, есть ли у него другие контроферы. Да. Если у него есть другие контроферы, то это поможет нам как бы спрогнозировать, как быстро нам нужно это сделать, что нам нужно сделать и так дальше. Если у нас этой информации нет, то мы будем пальцем в небо. Чего каждая сторона стремится достичь? Ну, тут тоже, я уверен, что все как бы сталкивались с ситуациями, когда кандидат, например, приходит не за оффером, а зачем? За то, чтобы получить предложение и прийти вернуться к своей текущей работе и сказать, а вот мне дарил оффер, повышай мне зарплату. Вот. И может изначально у него не было на самом деле цели принимать ваш оффер. Было бы отлично, если бы вы это попытались спрогнозировать. Ну, к какому времени нужно прийти к договоренности? Это обычное правило дедлайнов. Если у нас есть задача, то у нас, соответственно, есть и дедлайны. Наша работа, наш процесс переговоров, в том числе как бы с кандидатами, должен опираться на эти дедлайны. Важный пункт. Прежде чем начинать переговоры, нам нужно успокоить кандидата. Пусть это не будет выглядеть как вот так. Кто смотрел в его роту? Поднимите руку. Окей, да, отлично. Да-да-да. Вот, чтобы, когда вы приходили к кандидатам, чтобы не было так, знаете, мискузи, мискузи, у нас есть вакансия. Вот. Как можно успокоить человека? Ну, в общем, я на самом деле придерживаюсь мысли о том, что прежде чем начинать переговор, легче человека расслабить какой-нибудь беседой, которая не относится к собеседованию. Это вот на самом деле очень просто сделать. Как добрался? Хочешь ли кофе? Вообще, что происходит в жизни, да? Где отдыхал в последнее время? И это вот таким способом, что мы делаем? Мы, с одной стороны, узнаем человека шире, с другой стороны, вот человек, вот как он приходит к вам на собеседование? Как получается, что вы начинаете с ним общаться? Либо он не готов, либо он супер подготовился. Да, и он настроен, вот что я сейчас приду, меня сейчас будут спрашивать, почему я ухожу с текущей работы. Вот надо вот это вот немножко осадить. Вы здесь не пришли его рассматривать там под лупой, вы пришли с ним общаться. И для того, чтобы с ним начать общаться на равных, для того, чтобы найти точки соприкосновения, а не как бы захватить его, нам нужно его успокоить. Как это можно сделать? Еще, например, это можно сделать через активное слушание. Первый пункт, пока вы с ним общаетесь, пока вы его слушаете, не судите. То есть все мы люди, все мы разные люди, это круто. У каждого есть право на свое мнение. И вот когда вы не будете в процессе разговора с кандидатом судить, иногда это даже замечается не по словам, иногда это замечается по взгляду. Вот ты смотришь, он тебе рассказывает, типа, ну я хочу сменить работу, потому что, потому что. Продолжайте. Не допускаю. Делайте заметки. Заметки еще раз. Здесь вот важный пункт. Не записывать. Я вас прошу, не записывайте. Делайте заметки здесь. Когда вы с ним общаетесь, ловите моменты ключевые в разговоре. Вот, например, как с примером, который парень из Норвегии. Вот когда мы с ним общались, я до этого знал о том, что у него есть жена. Можно было предположить. Планируйте там что-нибудь. Вот такие заметки... Да-да. Нет, никто не спрашивал? Окей, хорошо, извините. Вот такие заметки вам в будущем будут помогать правильно выстраивать дело. Не перебивать. Никогда ни за что. Как только перебьете, вот так закончится поток информации, к которому вы как бы долго готовились. Вот человек расслабился, думает, ну сейчас я ему расскажу. Вот, ну как бы знаем, что бывает кандидат, и знаете, вот как начнут рассказывать, и прям так до обеда. Да-да-да. Не перебивать. Все очень просто, не перебивать. Вот здесь как бы очень важно уловить. Да, и конечно, никто тут не будет сидеть с часом, и вот важно понять, что кандидат, когда сюда к вам приходил, ему тоже жалко времени. Вы не будете сидеть, вам час рассказывать. Это закончится. Да. Когда-нибудь это закончится. Пункт кивайте означает, что вам просто нужно давать возможность человеку получить обратную связь. Что, опять же, вы его не судите, о том, что вы понимаете, что слышите его. Да, ну, то есть банально, когда вам что-то рассказывают, просто кивните пару раз. Это поможет. Это поможет понять, о, окей, он меня понимает, я ему сейчас еще больше расскажу. Можете сказать пару раз, там, да, 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 конечно, у меня тоже была такая ситуация. То есть это даст почву человеку открыться больше. Теперь мы знаем, как относиться к переговорам. Мы знаем, как подготовиться. Давайте теперь возьмем за мясо. Что делать-то, в процесс какой-то. Прежде чем мы приступаем к переговорам, нам нужно присоединиться. В общем, присоединение, это на самом деле уникальный такой этап в любом процессе переговоров. Вам нужно понять, что вы понимаете кандидата. Вам нужно дать ему вот почту, что вы его услышали. И вы на его стороне. Как только вы даете ему понять, что вы на его стороне, все, сразу траектория диалога у вас меняется совершенно в другую сторону. Теперь вы работаете не друг против друга. Теперь вы работаете вместе на одну цель. Это вот найти, как же помочь устроиться. Как присоединиться? Слушайте, ну, есть много способов, как присоединиться. Можно сказать, я тебя прям вот понимаю, вот к другому не ходи, я вот тебя знаю, что ты имеешь в виду. Можем присоединиться через вопрос. Например, что вы думаете о ситуации, например, вот когда так-то, так-то, так-то. Когда вы задаете вопрос кандидату, у него и появляется понимание, ага, слушайте, ну, помимо моих, там, не знаю, скиллов, человек еще интересует, как я отношусь к жизни и так дальше. Это сближает, это помогает чувствовать себя ненапряжно, вот и так уже как бы сложном разговоре для него. После присоединения, одним из, например, вариантов, по которым я хотел бы предложить вам попробовать работать, это Score. Поднимите руку, пожалуйста, кто знаком, что такое Score? Спасибо большое. Смотрите, Score — это одна из моделей того, как мы будем строить процесс ведения диалога с кандидатом. Сейчас здесь будет посложнее. Еще раз, вот прежде чем как бы начнем проговаривать, мы сейчас с вами этому не научимся, пока не начнем пробовать. Не начнем пробовать просто потому, что сейчас у нас немножко другой формат. значит, конференция, не воркшоп. Score — это, ну, во-первых, это аббревиатура от слов там symptoms, causes и так дальше. Это процесс моделирования, построения диалога между вашим оппонентом и тому, к чему вы его ведете. Грубо говоря, у каждого из нас есть определенные симптомы. Почти у каждого из нас. Симптомы — это означает, что вот есть что-то, за что зацепиться у кандидата. Например, ну, зарплата могла бы быть немножко выше, ну, может, проект немножко мог бы там более быть лояльным и так дальше. У большинства кандидатов, которые, кстати, ну, не только сменили работу, да, ну, вот, в какой-то период уже проработали, у них есть какие-то симптомы, с которыми можно работать. Как мы с ними работаем? Работаем постоянно мы через вопросы. Вот самый идеальный способ рассказать что-нибудь кандидату, рассказать, в общем-то, любому человеку, с которым вы ведете переговоры, это навести его вопросами на то, чтобы он сам к этому пришел. То есть не то, чтобы вы ему сказали, тебе нужно сменить работу. А он такой после вашего вопроса сидит, блин, да мне нужно сменить работу. Как мы движемся? Мы движемся от настоящего в прошлое. Ну, это очень просто помогает разделять, что такое прошлое, настоящее и будущее. В общем, прошлое, это почему, в общем-то, вот такие получились симптомы на данный момент. То есть что к этому привело? Вот это будет первый вопрос, с которым вам стоит начинать. А почему, ты думаешь, вот так случилось? Когда человек начинает копать, вот он начинает немножко понимать, ага, вот причины-то на самом деле такие. Что мы делаем потом? Человек сейчас находится, вот как только мы копнули в причины, он находится сейчас в такой, в негативной зоне. Вот все, что прям вот накипело, вот все, что вспомнилось, оно вот сейчас прям здесь. Если не перестроить наводящими вопросами его отношение к диалогу, то будет как бы вот так и дальше идти по накатанным. Что мы делаем дальше? Мы переходим из причин в результаты, в ожидаемые результаты. Мы, грубо говоря, проектируем желаемое будущее у кандидата. Мы спрашиваем, а чего бы тебе хотелось? Вот какие цели ты перед собой ставишь, если задумываешься о смене работы? Вот здесь важно для нас пройтись по этому пункту очень тщательно. Заметьте, что разговор перешел из негативного ключа в позитивный. То есть мы должны увидеть по кандидату, по людьми, с которыми мы общаемся, о том, что он мыслит уже немножко по-другому, он мыслит позитивно, он ей за что зацепиться вам. Здесь мы можем подкрепить эффектами. Эффектами, например, а какие будут эффекты от того, что вот то, что ты описал? Например, ты говоришь, что хотелось бы, чтобы команда работала лучше. Какой будет от этого эффект? Вот здесь он как бы вообще себя комфортом должен почувствовать. Он должен рассказать, что ему было бы от этого. Опять же, я буду останавливаться и говорить о том, что это не только схема по переговорам с кандидатами, это абсолютно схема, подходящая по работе со всеми. Я вам сейчас небольшие раздаточки подготовил. Если хотите, попередавайте друг другу. Здесь будет небольшое упражнение, которое я бы очень рекомендовал попробовать с вашими партнерами, с вашими коллегами провести. Значит, у вас там будет воркфлоу, по которому нужно поспрашивать вопросы. И будет справа в кружочке. В кружочках, как только вы совершаете переход от одного пункта к другому, вы ставите галочку. Предварительно вашего партнера и человека, с которым вы работаете, вы просите, если вы задаете неправильный, некорректный, неприятный вопрос, чтобы он вам сказал, сказал strike. Что, 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 не хватило? Нет? Как только вы поставили strike, значит, что на один strike у вас меньше. Всего у вас три strike. Ну, просто удобно так попрактиковаться. Три strike заработали, все, считайте, приговоры не удались. И, в конце концов, в общем-то, для чего все это мы вели? Ваша задача, когда мы перешли в положительный, в положительный обзор со стороны вашего оппонента на диалог, наша задача предложить ресурсы. Ресурсы, которые у вас есть. Время, возможности, проекты. В общем, что мы там предлагаем человеку. Может, мы партнерство просто предлагаем. Вот надо почувствовать, что есть connection между тем, чего он хочет, и то, что вы ему предлагаете. Если вы ему ничего не можете предложить из того, что он хочет, не предлагайте. Вот прям серьезно. Но в большинстве случаев вы всегда ему можете предложить. Как минимум отстать. Вот ты мне скажи, а я отстану. Вот это те вопросы, которые у вас записаны в ваших небольших раздаточках. Попробуйте попрактиковаться. Еще раз говорю, тема очень сложная. Я даже могу предположить, что я ее не очень понятно объясняю. Просто потому, что без практики эта штука вообще не работает. Надо попробовать. Теперь я попробую вам рассказать несколько важных вещей, которыми вы будете встречаться во время переговоров, которые так или иначе будут присутствовать во время процесса. Важно вам понимать, как с ними работать и чего ожидать. Существует такое понятие, как эффект якоря. Поднимите руку, пожалуйста, кто знаком. Отлично. Спасибо большое. Вот как только мы начинаем что-нибудь рассуждать, мы думаем, купим там, не знаю, блузочку какую-нибудь, пойдем к такому-то кандидату или будем общаться с человеком о таких-то, таких-то вещах. Вы думаете, ага, я подготовился, я рационально понимаю, оцениваю все факторы, и меня вообще не надурить. Но на самом деле это заблуждение. Штука в том, что ваше первое восприятие о чем-либо всегда будет откладываться у вас в голове и будет влиять на все ваши последующие решения. Очень простой пример, как это происходит в нашей жизни. Кто-нибудь в розетке вещи покупает? Вот как они там на черную пятницу, типа минус 50%, а до этого добавили 50%. Вот это вот является эффектом якоря. То есть то, за что зацепляется человек, предлагая вам что-нибудь. Давайте с вами немножко попробуем поинтерактивничать. Как вы думаете, попробуйте угадать. Я понимаю, что многие как бы здесь не спортивные фанаты, может и не фанаты автомобилей, но давайте попробуем угадать. Сколько спортивных автомобилей марки Lamborghini в 2016 году было продано? Больше либо меньше 1 миллиона? Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что больше 1 миллиона? Поднимите руку, кто считает, что меньше 1 миллиона. Окей, хорошо. Я, правда, не понял, там кто-то, может, воздержался. Хорошо. Следующий вопрос. Сколько было продано автомобилей в 2016 году Lamborghini? Ну, я могу сейчас вот воспринять там пару криков из зала. 100 тысяч? 400 тысяч? 500 тысяч? Окей. Сколько? 12 минимум. Сколько? Минимум 12? Миллион 12. Ага. Тысяча. Окей. 500 тысяч, да? Смотри. 3457. Вот штука в том, понимаете, что я дал вам якорь. И, конечно, он не на всех будет работать. Он не на всех будет работать. Вы должны понимать, что как бы, может, не знаю, есть человек, который, ага, знает, например, автомобильную индустрию. Вот он может приблизительно предположить. Но, как только вы даете человеку от чего отталкиваться, на то он будет ориентироваться. Смешно то, что даже если вы знаете, как это работает, от этого, блин, очень тяжело отказаться. Вот прям вот знаешь, блин, вот на розетке какая скидка 50%. Но, блин, скидка же. Вот здесь работает точно так же. И как это работает, как инструмент, с вашей точки зрения, так это работает и как блокер со стороны человека, с которым вы ведете переговоры. Пришел к вам кандидат. Банально, получает он зарплату вот такую. Как вы думаете, от чего он будет отталкиваться, когда вы спросите, какие у него зарплатные пожелания? Понимаете, да? Приходит, это не обязательно к цифрам, к деньгам приравнивается. Приходит кандидат, у которого в компании 15 человек. Все они там знают друг друга. Все они там кореша. У вас в компании тысячу человек. Какие, думаете, у него будет якоря? Что он не будет никого знать. Что ему будет одиноко. Что ему будет вот этот якорь будет вести его в процессе вашего диалога. Вам важно с ним работать. Успокоить, сказать, что ничего страшного, мы тебе найдем команду поменьше. И так дальше. Следующий эффект, который очень полезный инструмент в процессе введения любого переговора, это фрейминг эффект. Кто знаком, что такое фрейминг? Окей, хорошо. Спасибо большое. Фрейминг лучше всего объяснить, что это такое, как с ним можно работать на примере, в общем-то, классическом. Фрейминг описали два ученых в США, не забы, как их зовут, в 70-х, 80-х годах на простом эксперименте. Они взяли группу студентов и сказали, вот представьте, у нас планируется случиться ужасная болезнь, которая предполагает, которая предполагается, должна убить 600 человек. Ваша задача, как людей, знающих эту информацию, донести это обществу. И вам дается два варианта. Что вы выберете? Вариант А. 200 человек будет спасены. И вариант Б. Есть 33% шансов вероятность, что спасутся все 600 человек. И 66% вероятности, что никто не спасется. Поднимите, пожалуйста, руку, кто за вариант А. О, окей, отлично. За вариант Б. Больше. Интересно. Но результаты были такие, да, на самом деле больше проголосовали за то, чтобы спасти хотя бы вот этих 200 человек. 28% решили как бы процентов рискнуть. Но в этом как бы не суть. Сейчас вот дальше мясо пойдет. Что они сделали дальше? Они взяли другую группу людей и сказали, вот вам идентичная проблема. У вас есть два других варианта, которые можно донести людям об этой болезни. первый. 400 человек умрет. Второй? Ой, ссори. Да, да, да. Да, смысл понять. Ну, окей, хорошо. То есть, есть 33% вероятности, что никто не погибнет. Да, вот, ответили, что 22% все-таки выбрали, что ладно, пусть 400 умирают. Вот, 78, ответили, что рискнем. Да, ну вот, как бы, в этом вся соль. Вот смотрите внимательно на варианты B и варианты D. Они одинаковые. Они одинаковые, но они перефразированные. Фрейминг объясняет тот эффект, как вы преподносите информацию, вместе с чем. Как вы ее формируете. Вот здесь вот как раз очень важен этот момент, что не важно, что ты сказал, важно, как ты сказал. Ну, конечно, важно, что ты сказал, конечно. Предлагать совсем не очевидно, это неправильно, но важно, как ты сказал обязательно. С каким положительным либо негативным надстроем ты это сказал, в каком примере ты это привел. Но, опять же, я не рекомендую угрожать вашим кандидатам на этом слайде, чтобы это не казалось настолько очевидным. Хорошо, в общем, зная эффекты якоря, зная эффекты фрейминга, у вас очень удачно будет получаться ведение переговоров, хотя бы вы будете знать, куда двигаться или что вас как бы тянет. Мы с вами разобрались, что такое переговоры, как к этому относиться, с чего начинать и какой процесс ведения самопереговоров. Давайте поработаем немножко с вопросами. Вопросы — это, в общем-то, неотделимая часть того, что будет в процессе переговоров. И в большинстве случаев вопросы должны задавать вы. отлично. Самый первый совет — задавайте мудрые вопросы. Что такое мудрые вопросы, мы немножко дальше разберемся. Но в качестве примера, кто смотрел сериал «Карточный домик», еще вот такой сериал, я вам очень рекомендую, там вот главный герой отличные примеры дает того, как нужно задавать вопросы, как к нему подходить. Рекомендую, посмотрите. Итак, бывают вопросы, которые задаете вы, и бывают вопросы, которые задают вам. Что такое… Давайте поработаем сначала с теми вопросами, которые задаете вы. Какие они бывают? Ну, в общем, как Юля говорила, бывает открытый вопрос. Открытый вопрос всегда лучше, чем закрытый вопрос. Вот вы задаете и даете человеку почву для того, чтобы открыться и рассказать. Вы не ограничиваете ему по тому пути, которому вам удобно идти в процессе переговоров. Как вы пришли к такому решению? Отличный пример от открытого вопроса. Вопросы открытой возможности. Это когда вы даете человеку возможность поразмыслить, как бы он поступил. Это отличный пример того, как мы могли бы перейти из результатов в эффекты. Или, например, из негативного в позитивный. А что бы вы хотели? Какая бы реальность была для вас более комфортной? Вот это отличный пример вопросов открытой возможности. Зондирующие вопросы. Уверен, каждый из вас сталкивался с ситуацией в процессе переговоров, например, когда кандидата спрашиваете, почему-ка мы решили сменить компанию. Ну, вот решил сменить компанию. Вот это вот, где нужно как бы применять зондирующие вопросы. А почему так сложилось, что хотели бы сменить компанию? Ну, проект немножко надоел. Опять. А почему проект надоел? Что хотелось бы увидеть в новом проекте? И вот тут как бы вот эти вот зондирующие вопросы. Очень важно понимать, что наша задача не спросить, пройтись по пунктам. Ага, спросить, какие у него цели, спросить, чего он хочет, быстрее зарплатное ожидание. Все. Нет. Наша задача докопаться до сути и узнать все-таки какие причины. Вот прям корень понять. Наводящие вопросы. Наводящие вопросы здесь очень важно. Здесь нужно остерегаться, что вопросы будут восприниматься как манипуляция. Вам важно их проговаривать о том, о чем вы уже договорились. Ну, то есть, например, вы договорились, что собеседование проведется вот при условии, что вы сообщите кандидату о проекте и вы сообщите о команде. Да, вот когда вы задаете вопросы наводящие, вы как бы даете взаимный коммитмент, взаимное обязательство. Да, то есть вы обязуетесь ему дать информацию, а он со своей стороны даст вам время, которым вы можете использовать для дальнейшего общения. Заряженный вопрос. Ну, вот честно говоря, мне не очень нравится перевод как заряженный вопрос. На самом деле на английском он звучит больше как со смыслом loaded question. Заряженный вопрос, я объясню, в чем смысл. Когда вы спрашиваете, что вы ищете в новом проекте, вы давайте по-другому. Есть вопрос, почему вы хотите уйти из вашей текущей компании? Есть вопрос, что вы ищете в новом проекте, что вы ищете в новой компании? Секрет в том, что это два идентичных вопроса. Понимаете, да? Да. Да, то есть ваша задача как бы, во-первых, не вести кандидата в фрустрацию, когда вы спрашиваете, почему вы хотите уйти? И тут он да, 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 да. То есть вот старайтесь использовать заряженные вопросы в правильной форме. Так? Чтобы ваш человек... Да, да. А может быть, сдача в фрустрацию компании была не так, потому что может и у нас такое, чтобы вы не поменяли там сила на мыло? Я понял вопрос. Я понял вопрос. Лучше будет, если вы задите вот, что человек ищет, что хочется. он вам скажет то, чего нету сейчас. Ну, это априори. То есть вот тот формат вопроса, который вы предлагаете, он больше негативный. То есть отослаться к негативному опыту это значит пойти немножко по другому пути. Вы лучше зададите вопрос. Пример. Хорошо, пример приведу. Кандидат приходит, потому что его уволили. Вы задаете ему вопрос. Он, приходя на собеседование, он готов к тому, что он его спросит. А почему вы уходите из этой компании? Он скажет, ну, блин, совру. Ладно, вот уволили, как-то не очень презентабельно звучит. Я вот скажу, что там есть какие-то интерперсонанты конфликты. Вы спрашиваете, а что, а что, что вот, что, собственно, как бы, почему вы уходите? Он скажет, ну, вот, как бы, там, такие небольшие конфликты. Да. не понимают, вот в таком вопросе намного больше вероятность, что он ответит, что кроется за этим, что на самом деле, что ему не хватает сейчас, что он пришел к вам, или что он вообще решил с вами общаться. Угу. Потом, хочу сделать акцент. Когда вы слушаете ответы кандидата, это не значит, что это время, в котором вы должны, вот, разрывает вас, ну, хочется сказать. Нет, дослушайте до конца. Возвращаемся к тому же пункту, не перебиваем, пока мы с ним общаемся. Пока он вам рассказывает, давайте ему высказаться, чтобы это не было вот так вот, чтобы вы не сидели. Ну, хватит. Давай, давай, я спрошу. Я понял. Не или нет? Дальше. Вопросы, на которые вы отвечаете. Приведу буквально пару примеров, как можно с ними работать. Все, опять же, вот здесь тоже маленький акцент. Все зависит от ситуации. Вывел для себя несколько пунктов, которые вот мне, например, помогают в работе. На вопрос можно отвечать, не отвечая на него. Вот если задуматься, то кажется, ага, блин, ну вот как-то увиливаем. Нет, на самом деле нет. Пообъясню почему. Вот на таком примере. Когда человек к вам приходит и спрашивает, вот, а почему вам кажется, что я должен вообще выбирать вашу компанию? От чего мы должны исходить? Знаем ли мы информацию, что он хочет? В случае, если мы не знаем, у нас очень большая вероятность не угадать. Не угадать, значит, не заинтересовать. Не заинтересовать, значит, наше время, потраченное с вами впустую, и переговоры как бы не переведут вот к обоюдному решению. Один из вариантов, который я могу приложить, это дать успокоение кандидату. То есть, давайте еще раз задумаемся, почему кандидат может задавать такой вопрос? Страшно. Страшно, что вот, а вдруг я приду в компанию, мне там вот как-то не понравится, я уйду. Может, я там не найду чего-нибудь, то, что я ищу. Ну, всякое бывает во время переговоров. Главное, вот, чувствовать себя адаптивно. Что если вы чувствуете, что вот ветер подул туда, вот параса нужно туда настраивать. Я к тому, что если вы в ратесе переговоров до этого не узнали о том, все-таки, что мотивирует кандидата, нужно подстраиваться. Для меня это было, наверное, вот открытие года несколько лет назад о том, что я могу брать паузу на заданные мне вопросы. Вот, казалось, знаете, прихожу к кандидату, он мне задает вопрос, и вопрос сложный, вот реально сложный. Я вот думаю, блин, у меня же там 30 секунд, чтобы ответить, пока он не уйдет. Вот, так не работает. На самом деле, как бы, вот это вот есть небольшая логика, небольшая такая вросшая привычка отвечать сразу, как только вам дают, задают вопрос. Иногда это так не работает. Иногда вам нужно время на то, чтобы попробовать выяснить больше информации. Я вам больше скажу, если вы на сложный вопрос попросите паузу у кандидата, вы будете выглядеть более профессионально, если вы скоропально сразу ответите. Самый простой пример. Вот у всех у нас есть там НДА. Все знают, кто не знает, что такое НДА? Все знают. Окей, хорошо, отлично. Вот там три листа прям пунктов, которые вот заучить нужно, ну вот, ну, хардовым сушить и юристом нужно быть. А помимо того, что заучить, нужно еще и понимать. Вот для того, чтобы как бы ответить на вопрос, нужно взять паузу, для того, чтобы пообщаться с более ответственными, с людьми, которые, в общем-то, имеют в этом больше вес, нежели вы. пауза будет восприниматься совершенно нормально. Вы можете уточнять неудобные вопросы. Но, опять же, тут не очень хороший перевод с точки зрения английского. Вопросы, которые вам непонятны, причина, вот всегда вот я очень рекомендую. Когда вы слышите вопрос от кого-то, в первую очередь задавайте себе, почему он это спрашивает, что за этим стоит. Например, если у вас кандидат спрашивает, были ли случаи, когда у вас отказывали в пересмотре компенсации, надо понимать, почему он спрашивает. Есть идея, почему он спрашивает? Отлично, отлично. Да, то есть нам нужно прежде, чем отвечать, опять же, чтобы не попасть в просак, нам нужно получить больше информации. Есть просто такой, знаете, небольшой стереотип, что если мы отвечаем вопросом на вопрос, то все, мы сразу что-то неконструктивное ведем. Нет. Если вы задаете вопрос, вы можете, не знаю, успокоить человека. Я у тебя спрашиваю просто для того, чтобы дать лучший ответ, чтобы ответ был более подходящим. Это воспринимается совершенно нормально, поэтому если вы чувствуете, что вы не знаете, по какой причине, или у вас есть сомнения, уточните. Попытки манипуляции со стороны ваших оппонентов всегда лучше перефразировать. Если вы участвовали в переговорах, у кого были сложные переговоры? Поднимите руку. Окей. Вот у меня были случаи, например, когда переговоры прям были с манипуляцией, вот чувствуешь, тебя начинают вести вот не туда, вот начинают ставить перед выбором неудобным, начинают говорить совершенно не очень приятные вещи, а тебе как бы, тебе же нужно как бы договориться с ним. В общем, все эти переговоры, все эти манипуляции нужно перефразировать. Очень хороший пример, мне очень нравится он. У меня вот буквально недавно был. Приходит кандидат, мы как бы с ним зашли до конца, говорим, вот наш офер, соглашаешься? Он взял паузу на пару дней, говорит, я все обдумал, мне все нравится, я готов принимать ваш офер, только я хочу на 100 долларов больше. Вот здесь важно понять, это манипуляция. Вам с одной стороны говорят, я принимаю ваш офер, но если на 100 долларов больше дадите. Эту манипуляцию лучше перефразировать. Как поступили? Сказали, правильно я понимаю, что ты офера на этих условиях не принимаешь? Как вы думаете, что случилось потом? Конечно, да, то есть согласился человек на предыдущих условиях, и 100 долларов больше как бы не понадобилось. Окей, хорошо, задам все вопросы. Зачем вам человек, который вас манипулирует, вами манипулирует еще до старта работы с вами? Но потом отложим. Ну, окей, хорошо, я предлагаю рассматривать это больше как долгосрочную перспективу, мне кажется, от нее бенефита вы получите больше. Ну, опять же, я же говорю, все эти примеры работают в контексте всего, то есть я не предлагаю вам рассматривать как вот голый пример. Ага, вот если ко мне кандидат пришел с манипуляцией, то я ему говорю, нет, нет, ну, надо понимать контекст. В этом контексте был этот подходящий вариант. Манипуляции, когда вами манипулируют в процессе переговоров, это очень нехороший, это очень нехороший признак. Если вы так и оставите, что будет дальше? Дальше опять манипуляция. Вот вы думаете, что прямо вот после манипуляции вам скажут, что, ну, ну, ладно, вот раз ты согласился на 100 долларов больше, ну, ну, все, вот тогда как бы все нормально, я перехожу. Ну, не, я вам вот серьезно обещаю, если не работать с манипуляциями, манипуляции будут оставаться. Главное, чтобы работа с манипуляциями не была агрессивной. Ну, то есть, чтобы не было, типа, я хочу на 100 долларов больше, ты что, козел? Ну, вот, чтобы такого не было, да, то есть, вы настроены на конструктив. С вопросами поработали, пообщались, что такое переговоры, с чего начинать, как работать, есть несколько типсов, которые я хотел бы поделиться в процессе переговоров, о чем стоит помнить, вот о чем, может, еще не проговорили. Что следует делать? Следует учиться предугадывать. Предугадывать не значит угадать. Предугадывать, это значит анализировать все нюансы, которые вы слышите или видите во время переговоров. например, пришел к вам человек уставшись, такой разъерошенный, к вам на собеседование. Что значит? Спешил. Что еще значит? Вот, хорошо, увидели, что он спешил. Понимаете? Что он в плохом настроении? Что значит, что он в плохом настроении? Вот, понимаете, да? То есть, как бы, вот наша задача, вот, все это улавливать и, по сути, как бы, стараться предугадывать, что нам нужно делать дальше. То есть, не предугадывать, каким ответ будет кандидата, а стараться подстроить свою тактику ведения переговоров так, чтобы это соответствовало текущим обстоятельствам. Старайтесь все время оставаться нейтральными во время переговоров. Но это, опять же, в ту же копилку. Не судим человека, когда он что-нибудь рассказывает. Мы можем порадоваться за него, мы можем за него погрустить, но нейтральными мы внутри должны оставаться для того, чтобы сохранять фокус переговоров. Ну, то есть, вот банальный пример. Когда психолог на приеме у пациента берет лично все эти вещи, которые происходят с пациентом, что происходит, он сам идет к психологу. Мы нейтрально относим ко всему это. Вещи, эмоции, все это хорошо, бизнес есть бизнес. Вещи такие, как подкреплять спорные утверждения аргументами, ну, я думаю, как бы не стоит объяснять, но на всякий случай лучше помнить. То есть, например, если вы говорите, ну, вот у нас в компании все хорошо, можно работать, лучше работать утром, потому что утром работать удобнее. Все, вот прям загнали себя. Никто не говорил о том, что утром работать удобнее. Вот такие аргументы нужно, вот такие спорные утверждения лучше подкреплять аргументами. Ну, собственно, предлагать первым, я тоже надеюсь, как бы не стоит объяснять, почему. Это в копилку эффекта якоря. Кто первый даст якорь, тот как бы, того, как бы джокер будет в окре. Чего не следует делать? Не следует приходить на переговоры уставшим вам. Самый лучший период в переговорах это подготовка, то, что вы можете контролировать. Я, опять же, могу говорить банальные вещи, но на самом деле, как бы в этом, кажется, небольшой подтекст. Что вот если чувствуете, что вот, не знаю, до этого у вас было тяжелое собеседование, не знаю, не поели, вот поссорили с кем-то, возьмите паузу, подойдите к кандидату, скажите, ну слушайте, вот ребята, нужна пауза, пять минут, я отойду и вернусь. Не руководствуйся догадками. Это вот к предыдущему, да, вот попробуйте, старайтесь предугадывать, но пусть это будут не догадки. Не стройте свои предположения, как то, что отвечает кандидат. Ну, не забывать про фокус переговоров. Фокус переговоров это не то, чтобы подружиться, например, у кого бывают, были ситуации, которые, когда вы собеседовали своих друзей. Были? Вот, отлично, отлично. Вот в таких ситуациях очень тяжело потерять фокус переговора, то есть как бы вспомнили, что там было, как оно было, вот эти все, помнишь, как гуляли, да, вот. Ну ладно, давай пойдем как бы техническому, да, все, вот фокус всегда должен сохраняться. и один из примеров того, который вот мне, мне очень всегда нравится воспринимать что-то картинками, не знаю, какими-то вот видео, какими-то, можно, аудиофайлами, ощущениями, как это описывало бы. Вот, кто смотрел мультикал 1? Отлично, я бы на самом деле удивился, кто не смотрел. Ну, окей, вот помните ситуацию, когда он, собственно, пришел к принцессе, и принцесса еще не знала о том, что он был босяком. Вот, я напомню немножко, и может кто-нибудь поймет, о чем я имею ввиду. Стоп. Андрюха. Андрюха. Джинни, я хочу помощи. Хорошо, Спарки, вот это дело. Если вы хотите подчеркнуть к маленькой девушке, то вы должны быть стройным шутером. Ты понимаешь? Что? Скажи ей правду! Нет, в смысле! Если Джазмин обнаружил, что я действительно какой-то кромбой стройный рот. Она смеет меня. Мама не обеспечивает человека, который может смеет ее. О, все шутки, вы действительно должны быть себя. Это последнее, что я хочу быть. Хорошо, я буду видеть ее. Я просто, я должен быть слегка. Круто, уверен. Как я смотрю? Как... как принц. Понимаете, когда мы приходим к принцессе, мы выступаем в роли этих халадинов И вот самый правильный совет будет, почему действовали открыто Мы не продаем ради продажи Мы не ведем переговоры ради того, чтобы почувствовать выгоду свою Лучший из образов, это будет ваш естественный образ, ваш открытый образ Я вас уверяю, люди, с которыми вы ведете переговоры, они почувствуют это Это чувствуется на том уровне, на котором даже не нужно озвучивать В конце того мультики помните, что произошло? Принцесса полюбила Аладдина не потому, что он был принцем, а потому, что он остался с собой Поэтому каждый раз, когда у вас срабатывает инстинкт Так, нужно прийти к кандидату сеньорному, быть крутым Уверенным Вот дергайте себя, дергайте, что у вас цели немножко другие Фразы Вот тут очень важно, как бы, тоже небольшой оцен сделать О том, что существуют фразы, которые стоит говорить, либо не стоит говорить Есть фразы, которые лучше перефразировать Опять же, все в багаж фрейминга Вот здесь вот немножко на то, чтобы запомнить Каждый раз, когда вы хотите сказать, вам нужно Старайтесь говорить, вы можете Дайте человеку возможность сделать самому выбор Сделайте выбор очевидным, но сделайте, пусть это будет выбор Понимаете, да? Остерегайтесь манипуляции с вашей стороны Каждый раз, когда вы хотите сказать, вы не правы Старайтесь говорить, есть мнение Понимаете? То есть, ваша задача не противопоставлять себя кандидату А быть с ним на одной стороне Как только вы говорите, вы не правы Все, у вас конфронтация У вас не делох, у вас спор Когда вы говорите, что результаты не такие хорошие Старайтесь говорить, что вы не справились А результаты такие Подход, в котором вы находитесь по одну сторону с кандидатов Против обстоятельств Гораздо продуктивнее Нежели, если вы будете рассказывать, вы не справились Вот этот сам козел Ну вот, чтобы не пошло вот так Есть мысль, я в принципе ее поддерживаю Что каждый раз, когда вы говорите но Все предыдущее вот прям вычеркивается из памяти Краткосрочного кандидата Поэтому вместо но говорим в то же время Вы не справились в то же время Вот это вот мое любимое Каждый раз, когда слышите какой-то трэш Когда общаетесь Вместо вот этого Постарайтесь себя переосилить И вот сказать вот это Вот прям поможет Вот когда чувствуете, что Что ты говоришь? Вы понимаете Слушайте, ну у каждого есть свое мнение У каждого есть свое ощущение У каждого есть свой багаж Который он как бы притащил к вам на переговоры Все это поможет Так Вы думали, мы обсудили с вами полный подцикл переговоров Но нет Существует еще этап Последний, который мы работаем с результатами У кого были ситуации Когда кандидат принял оффер Но не вышел О, давай Вы знаете это чувство, да? О, хорошо Прям Вспомнил Каждый раз, когда мы работаем с переговорами Нам нужно поработать с результатами Обязательно Что это значит? Во-первых Нам нужно сделать весь коммитмент Сразу, когда как бы вот Человек горяченький Все нормально у вас прошло Хорошие переговоры Нужно это закрепить Как это стараемся закреплять? Закрывая сделку Вам нужно помнить То, что у кандидата всегда остаются интересы У нее остается возможность, что есть альтернативы Остается, не знаю, риск на непредвиденные ситуации Давайте делать взаимные обязательства Каждый раз, когда вы договариваетесь с кандидатом Почему? Когда вы делаете взаимные обязательства С человеком, которым вы вели переговоры У него возникает ощущение Что помимо того, что он вам что-то должен Вы ему еще что-то должны Да, то есть Пусть не будет так вот Так, ну, как бы Офер ты принял Тогда выходи, пожалуйста Вот там, не знаю 1 января Пусть это будет Слушай, мы как бы пришли к тому, что Офер ты принимаешь Ты выходишь с 1 января А я в свою очередь подготовлю тебе место Я тебе вышлю как бы детали на почту Мы с тобой обсудим еще в первый день О том, например, как тебя будем оформлять Взаимные обязательства дают почву человеку Чувствовать, что Было бы неправильно отказаться То есть с большей вероятностью Этого он будет придерживаться С своей стороны обязательства Старайтесь закрывать все открытые вопросы Если в процессе переговоров Не важно, опять же, с кандидатом Ли с кем-либо С вашим, не знаю, коллегой Вы чувствуете, что не все вопросы закрыли Даже самые банальные Лучше останьтесь и проговорите их до конца Вы не знаете степень важности этих вопросов для человека Банально он мог переволноваться Забыл, не знаю Вот какие-то еще факторы Которые его останавливают От финального принятия решения Лучше закрыть все открытые вопросы Которые вы услышали во время переговоров Так у вас будет больше вероятность Что результаты Будут до конца пройдены По тому процессу, как вы договорились Дублируйте все соглашения То, что вы проговорили голосом Лучше продублировать письменно Ну, вот, знаете, есть поговорка Что плохую информацию Лучше доносить голосом Почему? Чтобы она не запоминалась Хорошую информацию Лучше доносить голосом и письменно Ну, если голосом Тогда письменно То есть все ваши соглашения Должны быть продублированы С одной стороны Это может служить напоминалкой С другой стороны Вы можете, например Совершая сделки с каким-нибудь кандидатом Есть, например, много условий Так, говорит Вот, я прихожу к тебе на работу Но там у меня будет проект Вот, там, не знаю, с ангуляром Со вторым обязательно Да, вот А то есть пятым Вот У меня должно быть Кресло коричневого цвета Вот черный не подходит Вот коричневый Вот И все эти моменты нужно проговаривать Если, например, вы не записываете ничего Из того, что он сказал А он скажет Я же вот Говорил, что кресло должно быть на колесиках Что за дела? Я ухожу Нет, вот Для того, чтобы это все Не было манипуляции Лучше записать Банально И старайтесь Старайтесь пинговать Но не давите Опять же, всем знакома ситуация Мы садимся по ответу Вот сегодня Давай договоримся И опять же, всегда помните Что сделка закрывается Только тогда Когда все обязательства С обеих сторон Будут выполнены То есть Не значит, что если кандидат Перенял оффер Он выйдет Сделка еще не закончена А это значит для вас О том, что вам нужны вариации альтернатив Вот плохи те переговоры В которых есть одна альтернатива для вас Например, есть там какой-нибудь Perl разработчик Один на весь город Вот я не завидую, к сожалению Да, то есть Когда нет альтернатив Это всегда тяжело Если у вас альтернативы есть Старайтесь оставлять возможность До самого конца Пока как бы все Коммитменты не будут Сделаны Ну И, наверное, один из последних советов Если у вас сделка будет успешная Я надеюсь, что у вас будет всегда успешная Я надеюсь, что вы будете избегать Вот такой вот реакции Старайтесь себя контролировать Каждый раз, когда у вас все получается Чтобы это не было Да, оффер Да, да, да Лучше берите партнера Я вот привык работать с партнером Особенно если будут тяжелые переговоры Вот это, кстати, очень удачная ситуация Если у вас есть возможность, берите партнера У меня все Спасибо большое, что послушали Я готов ответить на вопросы Пожалуйста Электронный На самом деле очень много То есть я вот банально У меня на предыдущей работе Я не буду назвать место Но вот, может, попытайтесь догадаться Не было интернета Ну, просто потому что компания ставит Целью Чтобы человек не гулял, да Не сидел на каких-нибудь сайтах Но, в общем-то, был доступ к Википедии Вот, как бы, туда заходишь И прям там вообще все ищешь Вот Из того, что прям вот Если вопрос касается того, что интересно почитать Вот Недавно вышла Ну, как недавно Поро Может, года полтора назад Вышла книга хорошая От руководителя Google Работа в кафе По-моему, так называется Да, да Вот, Лас Лабо Как бы, вот, отличный пример Того, как у них построено было в Google Там просто есть очень приятно Несколько примеров Не только касательно работы Ну и того, как они Разбирались с ситуациями Там вот В процессе работы Вот По переговорам Я вот Настоятельно рекомендую Что, помимо всех этих схем Которых вот так вот куча То есть, то, что я Рассказал про скор Это не значит, что это единственный метод Ведения переговоров Теория никогда не будет работать Вот, я Лучше задавайтесь вопросом С кем потренироваться Скажите, вот, Стас Есть кем потренироваться Вот тогда это будет лучший для вас Вариант потренироваться Нежели просто почитать Есть потренироваться Есть такая буква Ну, сейчас вот там впервые Ага Да-да, понимаю Я просто Ну, кандидатами Вы переговоры Что в плане Когда я хочу Чтобы они понимали Что для меня это важно Я не знал Я Там не нужно Мне нужно Слушать И тогда Мне нужно Слышать Как вы думаете Я знаю Я за тот же паспорт Съеха Здесь Они не просто Не знали Но для него И можно Второй вопрос Вы говорите Вот классно Почти Вот страна Гребен На Ну, вот Вы Разберете Как тебе это поможет? Окей, хорошо Я понял вопрос Я повторю для того Потому что Мне передавали микрофон Значит Первый вопрос Касался Быть ли всегда нейтральным И правильно ли это Я скажу так В компании У нас Особенно У нас Компания Есть Привычка Что у каждого Своё кунг-фу То, чем я делюсь с вами Это не постулат По которому Вам нужно следовать Если у вас Есть своё кунг-фу Развивайте его Если Показалось Что я имею ввиду Что быть нейтральным Нужно Не реагировать Значит не подавать эмоции То возможно Я ошибся Ну, потому что Я имел совершенно другое Если Человек хочет Поделиться с вами Радостью Я с ним буду радоваться Если человек Хочет поделиться С вами Чем-то плохим Я с ним буду грустить Если человек Мне будет Грубить Я буду оставаться Нейтральным Если человек Будет уходить От темы Я буду оставаться Нейтральным Если у нас Сложится Ситуация В которой Кто-то кого-то обидел Я буду оставаться Нейтральным Окей, пожалуйста не имеет еще раз я понял вопрос спасибо большое вопрос не в визуальном воспроизведении эмоциям помпо нейтрально вот вот так нет вопрос в том как вы держите ориентир то есть это внутри конечно практика ну а смысл его ругаться ну окей хорошо когда когда человек грубит мы можем предположить что у него могут быть иначе плохое настроение мы виноваты в этом ну вот хороший не например привела когда человек грубит не обязательно ему грубить в ответ что 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 не в морду тоже не нужно быть слушайте ну еще раз говорю относитесь к этому с пониманием я к тому что у нас не обязательно люди приходят с вами поссориться понимаете то есть это вот производная того чего они пришли задайте себе вопросом хорошо когда вот вам кто-нибудь грубит на собеседование задать 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 вопросом он пришел сюда мне погрубить кому нет но он говорит с вами в совершенно по другим мотивам я потому что я понимаю что это сложно я бы часка наверное говорю о вещах вы видите меня вот как как дзен нет мне тоже бывают ситуации которые но это лучше делать вне компании человека с которым вы ведете переговора это я называю оставаться нейтральным нейтральным во время переговоров да да пожалуйста это я просто говорю один из примеров того как удобно вести переговора мне например очень удобно если мы идем на собеседование с кандидатом с моим партнером по команде то есть когда когда мы знаете вот просто выбираем тактику где кто кого подстрахует есть возможность например опереться на опыт человека соседа хорошо понял в большинстве случаев могу сказать что два не сильно давит на кандидата но опять же все зависит от того как кандидат себя чувствует иногда это вот знаете вот внутренне ощущается что например человек очень нервничает и большого смысла зайти в там втроем четвером или даже вдвоем или даже вдвоем не туда то есть если кажется что справится один человек окей хорошо мне например удобнее работать паре да пожалуйста да я понял хорошо спасибо большое за вопрос я повторю что делать если кандидат приходится вам к вам сам работать с ним еще раз когда человек вам приходит во-первых гарантировать это что он не примет offer мы не можем мы можем попробовать спрогнозировать вот кажется по ощущениям да когда вот в общем то мы долго работаем в какой-то сфере происходит какая-то вот профессиональная трансформация иногда вот это кажется описывается какими-то определенными факторами вот когда вот кажется это стоит учитывать не знает не значит что вот типа то нет пришел как бы ко мне за просто за оффером чтобы пойти в компанию знаете не буду собеседовать это не вариант почему потому что первое он может прийти сказать своим друзьям снять я прикрыл в ту компанию мне вам сказали я тебе не буду собеседовать но что показалось что ты пришел нам просто так а он я я же приходил к ним за оффером второе вы можете ошибаться все люди могут ошибаться еще раз говорю вот подготовка к переговорам очень важно подготовка не означает что вам нужно идти по одному пути это значит вам просто нужно иметь вариации когда вот вы оцениваете например насколько вероятность приблизительно что вот он пришел к ними ко мне не просто за оффером а за то чтобы вернуться попросить надбавку но я все-таки придерживаюсь нужно постоянно проводить собеседом да пожалуйста да да ну хорошо я понял я повторю вопрос если мы идем на переговоры с партнером то подготавливаемся к этому и как-то подготавливаться General хороший пример по поводу хорошего плохого коп а чтобы не было два плохих коло поэтому пришли конечно подготавливаемся если вы идёте с человеком на переговоры вам нужно знать какие у него планы на что вы можете опереться желательно выбрать кто ведущий просто потому что человеку на парных переговорах нужно понимать на кого держать ориентир знаете что очень круто вот прям high level переговоров когда люди например силу эвола приходят на переговоры они просят человека который ниже его по рангу по ветке вести переговоры а он будет этим наблюдать почему потому что им нужно держать вот контроль над переговорами в общем люди привыкли так держать контроль если ваш оппонент ведет переговоры с человеком который не принимает решения ему это легче со стороны наблюдать ну в общем это банальный пример того я к тому что если парные переговоры парные переговоры должны быть конечно оговорены изначально какие условия кто ведет кто в чем поддерживает и так дальше да пожалуйста хорошо я повторю вопрос и постарайся немножко перефразировать что сказать кандидату да чтобы он чувствовал себя лучше ну во первых нужно понять чего он хочет но вот вы я вот прошу как бы не тешиться иллюзиями да что если например конечно приходится такой зарплаты то вот в кинете вы ему якорь там вот такое да и вот себя он станет лучше чувствовать объективно нет да но возможно есть вещи где у него якоря не так много где якоря не те которые вот будут задерживать вас будут ставить блокеры в процессе переговоров без вопросов здесь вот не тяжело ответить прежде чем ответить как сделать так чтобы кандидат лучше относился к вам чем предыдущей работе нужно понять чего он хочет то есть если общаетесь то общайтесь не просто так значит там что то есть вот надо понять что есть и после этого стараться как бы свой якорь дать ответил спасибо больше честь какие-то вопросы кейп спасибо большое всем раду рассказать подключи меня пожалуйста адрюха ребят мне сказали сделать три отметки по вопросам мне очень понравился вопрос девушки девушка очень была активна в этот раз вот мне понравился вопрос моих коллег из каспиева чашечка но мы обязательно ответим ну мне очень понравилось замечание по поводу копов спасибо ребят еще раз большой я обязательно не ухожу если есть какие-то рекомендации вопросы я готов ответить не 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 в не не Продолжение следует...